Девушки отдыхают Один седьмой, осторожнее, возможно, еще глаза Взгляды детей, провожающие колонны техники Будь повнимательнее, они тащат комплекс, тащат комплекс, как слышишь меня? Принял тебя, принял тебя, снимаю сначала четвертого, потом восьмого, потом работаю все Бесконечные марши, горные тропы, килограммы грязи на ботинках Бежит каплини, работай туда Спокойно, ребята, спокойно Пускай носами зайдет Пускай носами зайдет В этот день мы все скучаем Скучаем по тем настоящим моментам, которые были в жизни Где нету фальши, где нет игры Где есть только черное и белое Настоящее СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы как раз были на отдыхе в деревне. И приезжает муж, говорит, а у нас сын в Косово. Ну, мы телевизор смотрим все эти события. Как это уехал? А вот так вот уехал. Быстро все, что нужно, по комиссии прошел. И первым бортом самолета полетел с командой со своей. Ну, для меня, конечно, это был шок. Хотя я знала, что он ренится туда. Задача подрубирования. Допущение нарушения правопорядки. Досмоган подозрительный машин на предмет оружия на путь. Старшей группы, старшего закачания, заместитель гвардии сержант Гарус. Я. Вольно. Ну, большинство из нашего коллектива, это, конечно, как сейчас принято называть, трудные подростки. На самом-то деле, может, оно и не так. Но вот, что прослеживается, это совершенно точно. И сейчас служба в армии, это вроде как такой крест, который выпадает нести трудным подросткам из неблагополучных семей. Вообще звучит это как почетная обязанность гражданина, но несут службу определенные люди. Это сельчане и трудные подростки. И вот, вспоминая, как мы росли, образец поведения для нас был какой-то старший. Они все, естественно, служили в армии. И я видел абсолютно точно в своем будущем службу в армии. Честно говоря, даже не знаю, кем бы я сейчас был и где бы я сейчас был, если бы я вот не пошел служить. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Настроение боевое у нас в этот день, другого быть не может. Все отработаем как положено. Все, что планировалось, сегодня сделаем. Собраться иной раз бывает сложно. И порой найти время, чтобы встать в строй и пройти с песней, ну, просто нету. Но парни все пришли, отработали. Как только встали в строй, уже больше ничего не нужно было делать. Вот как только встали в строй, вышел рулевой, скомандовал шагом марш, песню запевай. И ничего не надо было придумывать, вспоминать. Все на автопилоте произошло. Долго придется нам падать В этот прыжок затяжной Облачко белого шелка Чайка испаркнет за спиной Долго придется нам падать В этот прыжок затяжной Облачко белого шелка Чайка испаркнет за спиной За плечами этих мужиков Последние конфликты вооруженные Видели они разные виды И сейчас вот многие пришли с детьми Чтобы приобщить К нашему празднику молодежь Чтобы Традиция продолжалась И я уверен, что Слава наших войск не умрет никогда Наоборот С каждым годом ее все больше и больше будут прославлять Потому что обратной дороги нет уже Продолжение следует... Ура! Ура! ВДВ! ВСМР! ВДВ! ВДВ! Праздник народный, конечно. Мы рады видеть людей, когда они выходят на улицу и ничего не боятся, зная, что есть у них такой щит, что есть еще мужики на нашей земле. Праздник народный, конечно. Праздник народный, конечно. Праздник народный коллективный подвиг. Погибли, но не пропустили врага на территорию Чеченской республики. Это славная 76-я гвардейская Черниговская краснознаменная пассатно-штурмовая бригада. Объявляется минута молчания. Наша история знает немало побед. Нам не надо придумывать какой-то сюжет, как мы спасаем, бегаем мир. Мы спасаем себя и свой народ. Мы вообще народ не воинственный. Мы только отражаем нападение. Но, однако, испокон веков наша земля, как лакомый кусок для всех. Я уверен, что пусть не сразу мы очухаемся, что-то еще нам надо какое-то время. Но пройдет время, и мы опять сгруппируемся. И опять сделаем то, что делали всегда. На земле, на своей, жить будем только мы. Вот уже несколько лет, как мы отмечаем свой праздник в местах, которые очень важны для каждого петербуржца. И каждый раз мы думали, как бы сделать больше в этот день. Как бы донести до молодежи о том, что десантный дух жив. О том, что есть понятие дружбы, есть понятие браку. И мы решили устроить для детей настоящий праздник с привлечением действующей разведроты. С привлечением настоящего военного оркестра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok в Южном и Северном Осетии. Дети должны знать, что такое Родина и как ее защищать. Мы хотели, чтобы дети сегодня увидели настоящих действующих десантников. И удалось нам пригласить разведывательную роту 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Ребята молодцы, приехали из Пскова. Но вот конкретно эти ребята еще даже не знают, что буквально через неделю они окажутся на юге России, где будут защищать и помогать мирным жителям справиться с грузинской агрессией. По сценарию мероприятия перед разведчиками стояла боевая задача остановить колонну, доставляющую финансирование в базовый район террористов. Разведчики со своей задачей справились. Колонна уничтожена. Взят в плен полевой командир. Разведчики осуществляют отход. Взят в плен полевой командир. День догорает снег. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наш себя. Прямен требуют наши сердца. Практика показала, чтобы защитить себя, нужно быть к этому готовым. Маленький эпизод, как вообще вспыхивает межнациональная рознь. Это происходит моментально. Запрыгивает на броню серб и говорит, у меня убили сына. Он вырывает автомат, дай мне пушку, я сейчас с шестого этажа расстреляю албанца, соседа. Но ведь это же не решит эту проблему. Сегодня здесь, завтра там. Это просто вспышки. Буквально информация дошла, что тут кого-то убили. Они тут же, не раздумывая, встретили кого-то другой национальности и тут же убили его. И это происходит везде и всюду. До последнего момента мы не знали, будет ли у нас самолет на празднике. Не будет его. Но слава богу, летчики не подвели. Без этого не получилось бы передать детям, что для воздушно-десантных войск не существует каких-то невыполнимых задач. Если выброска нужна именно в этом квадрате, она здесь будет. В данном случае мы показали детям, что можно прыгать с малых высот и показали, как парашютист приземляется на воду. По сценарию, еще одна группа разведчиков должна была у нас выброситься в лесу, скрытно выдвинуться в условный район противника и уничтожить базу террористов. Базу мы попытались построить с армейской точностью, передать ту атмосферу, которая царит на боевых позициях, на блокпостах. Построить, организовать было непросто. Все здесь сделано нашими руками и за наш счет. За исключением выброски десанта и военного оркестра. Это, спасибо большое, помогли люди, которым еще не безразлично будущее нашей молодежи. Я думала, что ребенок мой нормально будет служить в армии, но не будет там куда-то рваться в какие-то там горячие точки или как там их называют. Чеченская война была, но я не представляла даже, обычно же молодых-то не отправляют туда. Ну, он всегда писал, все нормально. Ну, а что в Чечне он побывал? Я уже после службы узнала. Уже после службы он проговорился. Когда разведгруппу уходит на задание, ее списывают. Всех бойцов считают погибшими. Раз, два, три, четыре. Группа разведчиков десантируется с двух, трех, пяти тысяч метров. Открывается перед самой землей, чтобы их никто не заметил. Гнездо, гнездо, я кукушка. В квадрате лось, улиткой пять, идет снег. Входим в квадрат, соколу, двадцать два. Приземлившись, разведчик скрывает следы своего присутствия. Делает так, чтобы его не видели. Он сливается с местностью и становится тенью. Разведка – это наука. Там есть все. Ты должен знать, где, как перевязать себя. Если тебя ранят, помочь другу раненому. Ты должен знать все взрывчатые вещества. Ты должен сразу определять заданный объект, чтобы его уничтожить. Группа, садись. Патрон в патроне. Иногда группе приходится проходить по 50 километров в день по опрещенной местности и горам. Иногда приходится 200 метров ползти по два часа, чтобы быстро и решительно сделать бросок, ради которого они потеряли столько времени. И так далеко были закинуты в тыл противника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И.М. И.М. А.Кулакова А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» От маленькой разведгруппы численностью всего 5-9 человек иногда очень многое зависит. Иногда на карту ложится крупномасштабная атака или нападение. Возможно, придется удержать какой-то очень важный стратегический объект. Продолжение следует... А когда разведгруппа возвращается, всех опять записывают 3D воинской части. Возможно, даже никто не будет представлен к наградам, потому что это их работа – добывать разведывательные данные. Гнездо, гнездо, я Кукушка. Отработали на пятерочку. Двое, трое нет. Спонсор с нами лежит, улыбается. Идем домой. Готовь баню. 2-0, Кукушка, 2-0. Ждем вас. Веники уже замочены. В некоторых разведывательных частях существует лозунг. Даже смерть не является оправданием неуполнения задания. Мне будет самому спокойнее, когда мои братья уйдут служить в армию, уже подготовленные. Пошел! Короче, перебежка. Пошел! За него бежим! За него! Он должен видеть его! На тактике специальной подготовки ребята отрабатывают движение двоечками перед условным противником, который ведет по ним огонь. Это придаст им уверенности, если такая ситуация произойдет у них в будущем. Пошел! Отрабатывали работу двоечками, секретное передвижение. Отжимался на кулаках, когда брат к армии готовил. С бронежилетом бегали, с автоматом стреляли. Гуском ходили, в противогазе бегали. Старший брат для меня, как пример, у него хорошая физическая подготовка. Дисциплина у него хорошая. Если за что он берется, то обязательно его доводят до конца. Очень часто помогают друзьям. У меня отслужил старший брат, сейчас служит средний брат. Мне самому плохо попасть даже не в те войска. Старший брат нас тренировал, готовил, своего времени потратил немало. Уже будет обидно даже не пойти туда. Вообще, каждому мужику нормальному, настоящему, нужно идти в армию. Удалось послужить с американцами, совместно выполняя какие-то задачи. Если сравнивать, у меня даже не возникает доли сомнения, что есть достойные, есть, но мы лучше. Это далеко не в обеспечении, ни в материальном, ни в финансовом, ни в продовольственном, ни в вещевом. Есть и получше обеспечение. А это где-то глубоко в нас. Вы видите, как группа разведников под командованием торчаных свинья происходит на плате двигающегося автомобиля противника. Эти люди не каскадеры. Это простые русские солдаты, которые способны выполнить любую задачу. В первой бригаде невыполнимых задач нет. Наши солдаты, даже не напрягаясь, занимают первые места. Вот 360 представителей различных армий выступают. Марш-бросок на 30 километров по горам. Наши прибегают первые с отрывом в полчаса. Есть много фильмов, где показывается некий солдат в роли супермена. Но на практике-то это не совсем так. Приходилось участвовать в различных соревнованиях, где открывалась немножко другая сторона вот этого распиаренного солдата. На некоторых боевых патрулях мы даже срезали специально маршруты, чтобы наши коллеги немножечко не уставали. Потому что мы знаем эту местность, знаем, откуда ждать стрельбы. Где-то даже не брали каску, а у них-то устав. Они все не получат страховку, если не будет рука на пулемете в определенный момент. И мы их не таскали, во-первых, чтобы лишнюю пулю не поймать. Во-вторых, просто глядя на них, как гитарообразные фигуры, тащат это все снаряжение на себе, там, язык на плече. Ну, как-то жалко даже их было. Не могу сказать, что у них развита какое-то дружба и братство. Была ситуация, как-то коллеги бросили раненого своего и спасали его наши солдаты. Есть жертвы. Один американский солдат был ранен, который скончался в Водсболе. Мы неоднократно сообщали американскому командованию, что мы чудом не несем потери каким-то. Мины были противотанковыми. Потому что дорога постоянно минируется албанцами. Постоянно. И вот был случай, когда мы подорвались, и вот происходит взрыв снизу. И вот ты на мгновение думаешь, что все, это, наверное, последнее, что ты слышишь. Но чудом оставались живы, потому что чудо это было противопехотная мина. Но ты же не знаешь, какая это мина. Конкретно засады ставились на этой дороге. И вот спустя какое-то время взрушный «Хаммер» проехал мимо нашего блокпоста ночью. Затем раздался взрыв. Чуть окна не вылетели у нас. И сигнальная ракета в нашу сторону. Ну, у нас поехала группа на помощь. Значит, по приезду они обнаружили раненого бойца, брошенного своими коллегами. Вот. Но не удалось его спасти, он уже в вертолете погиб. Но, тем не менее, поразило то, что в кино мы видим одно, а по факту другое. Вот что-то, как бросить можно своего, это непонятно. В нашей армии, в наших войсках это непонятно. У нас своих не бросают. Значит, вон так, с ней первая мина была в УДЗР, противопехотная телега наехала. И вот так борозда пошла, ее потащила по ту. На следующий день приехало много американцев забирать то, что осталось от Хаммера. Многие, не стесняясь того, плакали. Тут же командующий НАТО отреагировал, наградил экипаж, который спасал американского солдата, медалями. Только после того, как погиб солдат американский, была проведена совместная операция по зачистке села. До этого, все, что мы говорили, улетало в трубу. ...в направлении Каменицы. Прямо перед воронкой с двух сторон, по правой и по левой стороне обочины, две противопехотных мины, обозначены вешками. Прием. КРТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КРТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КРТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 У всех просто глаза какие были, когда только стрельба, вот эти все, да? Особенно, когда разбивали об головы эти все камни. Мне понравилось, как стреляли и потом гильзы собирали. И салюты понравились, с парашютиками там. Мне все очень понравилось. Было круто, когда террористы приезжали. Да, да, мне тоже понравилось. Когда на самолете еще. Когда с калашей палили, тоже было шикарно. Мы гильзы собрали. Да, я тоже понравился. Когда кирпичи руками ломали. И на памяти все оставили. Ребята, мы все когда-то, вот вы видите нас, вы видели сегодня ребят, которые выступали, да? Мы все когда-то были такими же, как вы. И тоже смотрели на все это. Многие из нас даже не знали, что такое ВДВ. Так он рос не слишком здоровым ребенком. И можно было спокойно его от армии, как принято сейчас говорить, отмазать. Но, тем не менее, я не только поддерживала его собственное решение, но и всячески стремилась, чтобы он попал еще и в самые лучшие тогда, считалось, элитные войска ВДВ. И вот этот момент, чтобы вы вот с этого возраста, вы знали, что армия существует в Российской Федерации, что войска наши живы и боеготовны всегда. И я вам желаю, я вам желаю, чтобы вы всегда верили в свою страну, шли с желанием служить. Я так думаю, что если мы принимаем за своих детей решение, что ты не пойдешь служить, пойди в институт, или так твоя судьба будет лучше. А ребенок, может быть, и слушает родителей, потому что привык с детства, так-то лучше. Но все-таки нужно понимать более глобально, что важно. Мне кажется, что важнее, чтобы все наши дети стали прежде всего мужчинами. А именно чувство мужского плеча, мужской дружбы, понятие, что такое мужчина, дает неизбежно только армия, мужской коллектив. И мы хотим вам сделать маленький подарок. У нас в дивизии есть такая легендарная, подчеркиваю, есть такая легендарная 6-я рота, которая вся погибла, выполняя свой долг. И вот эта книга об этой роте и о нашей 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Мы хотим вручить вам эти книги. Когда приехал герой с медалью за отвагу, то, естественно, радость переполняла. То есть передо мной уже был не юнец, а уже был зрелый муж. Просто и физически зрелый, и нравственно, и в эстетическом плане просто возмужал. Мы матери очень переживаем за своих сыновей. Я тоже попала в ситуацию, когда мой сын попал в Чечню. Неожиданность это была для нас. Переживания, конечно, перехлестывали весь верх возможного и невозможного. Но при всем при этом я лично считаю, что, несмотря на то, как разрывается наше сердце, на части буквально, все-таки считаю, что наши дети должны служить в армии, быть достойными людьми, поскольку именно армия дает мужчине то необходимое, что ему пригодится в дальнейшем, в его жизни. Это прежде всего ответственность. Если есть ответственность за свою страну, будет ответственность и за свою семью, за будущее. Как может мужчина воспитывать сыновей, дочерей без этой ответственности в душе? Не получится. Чтобы наша страна была сильная, целая, чтобы дети были здоровы, и чтобы был мир и спокойствие, неизбежно нужно воспитывать сильное, хорошее будущее. А это наши сыновья. Если у нас будут сыновья, которые будут служить, нам всем будет спокойнее. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что этот праздник все-таки он таки сплачивает. Он организовывает людей в одно общество. Это не только День ВДВ, да? Это все-таки борьба за какую-то... за Россию. Это объединение России. И что я могу еще сказать? Я могу сказать, что все ребята, которые здесь собрались, они когда-то служили в ВДВ. И уже много лет назад, может быть, 10, 5, 15. Но они все собрались и готовы родить за нашу идею, за нашу страну. Ну, для меня первонаперво встретить боевых друзей, с которыми служил. Вспомнить ребят, которые не вернулись, выполняя свой долг перед Родиной. Вот мне кажется, после сегодняшнего такого мероприятия, думаю, что многие дети вообще задумываются об армии, и что это не все так страшно, как кажется. Что действительно надо отдать свой долг перед Родиной. Это друзья. Вот что-то вот такое вот это. Вот что это значит для меня. Потому что есть люди, которые в любой момент, везде и всегда. Никогда не отвернется. Всегда поможет. О наших друзьях вы уже знаете, наверное, да? Видели все, помните? Да. Вот это такие же ребята, как разведчики, которые выступали, только спустя 10 лет. Пока Сергей вручает вам эти диски, я хотел бы поинтересоваться. Прошло время, да? Сам, ну сколько, месяц, да? Как вот вообще впечатление пережитое за то время? Как вы вообще переварили себе это? И какие выводы сделали? Так, отлично положительно, я хочу служить туда, да. Серьезно? Да. Держи пять. Забирайте сразу. Разведчики, которые перед вами выступали, да, буквально, значит, 8-го числа, да, 8 минут, 8 секунд, ну знаете, да, начало Олимпиады, Грузия совершила акт агрессии. Разведчики были по команде собраны и туда направлены. Затем 13-го числа разведчики отбили трофейную карту у противника и на ней написали привет от 104-го полка. Поэтому этот привет чисто для вас и для нас. Если у вас есть что-то сказать этим ребятам, которые сегодня здесь, а завтра там, где ждут победу, да, вот черканите несколько строк, да, я думаю, парням там будет приятно. А ты правда готов служить и насколько твое решение серьезное? Мне сейчас 16, я думаю, что я не передумаю, потому что я уже поступаю в школу для парашютистов, парашютную школу и потом пойду служить. Ну, ВДВ однозначно, да? Точно. Не секрет, что в нашем обществе не очень среди твоих друзей даже расценивается твое желание служить. Многие считают, что это какой-то удел неблагополучных семей ребят, может быть даже у тех, у кого нет денег откупиться, может быть просто дураков. Вот почему тебя не смущает мнение твоих сверстников и почему ты решил сейчас в наше время идти служить? Ну, потому что для меня армия – это гордость, это представительство нашей страны во всем мире. И как бы это не позор, как вы говорите, что там сверстники не хотят. Я очень хочу и у меня благополучная семья. А вот что, на твой взгляд, мешает другим каким-то ребятам увидеть то же самое? Я думаю, что это страх. Что необходимо сделать в нашем обществе на уровне какой-то молодежной политики, может быть, чтобы другие ребята, которые тоже хотят служить и гасят в себе это, компенсируют это какой-то игрой в компьютерных клубах, стрелялки, чтобы они могли об этом свободно говорить и не переживали за неправильную оценку своих сверстников? Ну, я думаю, это можно сделать через пиар системы СМИ и как бы разрекламировать просто службу армии, что это круто, и как бы будет служить. Однажды в одной из школ, где мы проводили урок мужества, меня заинтересовал один парнишка, он не знал, что такое родина. И где-то внутри мне захотелось в конце занятия послушать его мнение снова. Понял ли он, что такое родина? И я был очень приятно удивлен, когда в конце занятия он сказал, что я понял, что такое родина. Это мать, семья и земля, где он родился, и они живут. А в себе, вот как в мужчине, он увидел, что его предназначение – уметь защитить вот эту вот свою родину. Мы живем в неспокойное время. Очень много, как и всегда, каких-то вооруженных конфликтов, войн и так далее. Но информационную войну мы уже проиграли, хотя бы только потому, что наша молодежь считает, что в армии жить необязательно. Но правда состоит в том, как и 70 лет назад во время Великой Отечественной войны, как и последних событий в Южной Осетии, правда состоит в том, что в любой ситуации мы должны грамотно постоять за себя, защитить свой народ, остаться живыми. Как это сделать, не умея это делать? Как это можно сделать? Правда в том, что мы мужчины. Так почему мы должны бояться быть мужчинами? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова